Девушки отдыхают Гость Барнаула психотерапевт с мировым именем. Как защититься от стресса учил он сегодня и нашу съемочную группу. И вот так, когда ты делаешь, и в это время думаешь о своих проблемах перед выступлением, перед соревнованиями. Им все ни по чем. Пляжный волейбол в плюс 10 и ориентирование в парке после дождичка в понедельник. Прошел дождь, будет очень много грязи, возможно, придется по колено тонуть. Добрый вечер в студии Антон Киселенко. Основная тема почти всех школьных родительских собраний МАЯ – введение школьной формы. Это уже не обсуждается. В форме по решению российских законодателей – быть. А вот как она должна выглядеть? Накануне в Барнауле состоялась демонстрация моделей школьной одежды, разработанной алтайскими производителями. На суд экспертной комиссии, в которую вошли учителя, родители и дизайнеры, местные предприятия выставили около 40 комплектов. Как оценили изделия и во сколько обойдется костюмчик местного пошива, расскажет Елена Макаренко. Сорочки с верхним накладным карманом. Автор коллекции – Надежда Николаевна Селезнева. Строгие костюмы и жилетки, юбки, блузки, сарафаны и даже плащи. К показу образцов школьной одежды швейные фирмы подошли основательно и представили десятки различных моделей. У каждой коллекции особая цветовая гамма, свой набор предметов и выбор ткани – от хлопчатобумажной до шерстяной. Все это вместе в итоге влияет на стоимость комплекта. И именно вопрос о цене на смотре звучал чаще всего. Цена комплекта, то есть блузка, юбка, сарафан блузка, брюки, рубашка в среднем от 710 рублей. Ценовой диапазон костюмов от 180 до 1000 рублей. Но не исключено, что стоимость формы подрастет при учете высказанных на показе замечаний. Школа не подиум, подчеркнули родители. И просили обратить внимание не столько на цветовое решение, сколько на сочетаемость предметов и удобство комплекта, соответствие наряда возрасту и климатическим особенностям региона. Модели, которые нам сегодня продемонстрировали, они охватывают больше, можно сказать, праздничную одежду. А вот именно повседневную школьную одежду, как таковую, вот лично я практически не заметила. Многие модели, которые мы сегодня увидели, модели скорее для офисных леди. И джентльменов, нежели для детей. В этой одежде не очень удобно бегать на перемене. А дети, как вы понимаете, не только у доски на пятерке отвечают, а еще бегают, дерутся, страшно подумают. Алтайские производители готовы доработать конкретные модели и расширить ассортимент. На швейных фабриках и предприятиях, по их словам, необходимая материально-техническая база имеется. Но чтобы выполнить массовый заказ по доступной цене, родители школьников должны определиться в выборе и сделать заказ максимум до середины июня. Иначе цена неизбежно увеличится. С одной стороны будет обрал, с другой стороны в легкой промышленности зима наступает в июле, а лето наступает в феврале. И на сегодня, май, середина июня, у нас все-таки еще летние цены на полушерсть, то есть пониже. Потом идет больший спрос, то есть большинство предприятий начинает изготавливать уже теплый зимний ассортимент, и цены на сырье подрастают. Часть барнаульских школ уже сделала заказ у новосибирских предприятий. Остальным предстоит определиться в ближайшее время. Единый дресс-код вводится во всех общеобразовательных учреждениях с нового учебного года. Елена Макаренко, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Преображение 7-й детской больницы Барнаула продолжается. Сейчас строители занимаются реконструкцией здания, в котором ранее располагалось отделение недоношенных детей. А уже в 2014-м начнется строительство лечебно-диагностического корпуса. После его сдачи 7-я детская превратится в самую большую по мощности клинику Алтая. Об этом и не только, а далее традиционный обзор новостей социальной сферы. Сегодня здесь хозяйничают строители, а уже к концу 2015-го года их место займут врачи. Завершится строительство большого медицинского комплекса. Напомним, два его корпуса для новорожденных и хирургические уже сданы. В ближайшее время должно появиться еще три здания. С их сдачей в клинике одновременно смогут лечиться до 15 тысяч маленьких жителей края. Для сравнения, сейчас врачи здесь помогают ежегодно 9 тысячам. Плюсом к новым стенам обещают выделить, говорит главврач, суперсовременное оборудование. А это значит, здесь смогут делать больше уникальных операций. И значит, спасти больше детишек. Это будет законченный объект, детская больница, многопрофильная. По мощности она будет самой большой в Алтайском крае. И самой, наверное, в плане комфортности пребывания и оснащения оборудованием одной из лучших в Сибирском федеральном округе, ну и, наверное, в Российской Федерации. К другим темам в целях профилактики наркозависимости. Сегодня в одном из кинотеатров города прошла презентация фильма «Я рисую свою судьбу». Благодаря сочетанию документального и художественного кино он смотрится на одном дыхании, отмечали на премьере зрители. Старшеклассники и их родители. Картина рассчитана именно на них. Ее увидят в ближайшее время. Без нудных лекций и нотаций режиссер фильма предлагает школьникам. Сделать свой выбор. Через тернии идти к своей цели или поддаться сиюминутному наслаждению. Сегодня, к сожалению, для города Барнаула проблема наркомании, она остается актуальной. И отрадно то, что все-таки администрация города прикладывает максимум усилий для того, чтобы профилактическую работу проводить на достаточно таком высоком профессиональном уровне. И вот этот фильм, то есть мы надеемся, что будет очень хорошим подспорьем проведения профилактической работы. Ну и в завершение новость, которая может заинтересовать большинство, учитывая, в какой век мы живем. Накануне в Барнаул приехал руководитель Московского центра защиты от стресса Хасай Алиев. Ученый с мировым именем. Психотерапевт, философ. Больше 30 лет назад он разработал свою методику преодоления стрессовых ситуаций. Кстати, сам он ее применяет уже два десятка лет. Говорит, в результате избавился от многих заболеваний. Но самое главное, приспособился к современному ритму жизни без ущерба для здоровья. Сегодня доктор Алиев дал пару советов, как вы можете подготовить себя к ответственному мероприятию. Говорит, физическое упражнение сродни приему 50 граммов водки. И вот так, когда ты делаешь, и в это время думаешь о своих проблемах, перед выступлением, перед соревнованиями, перед какой-то ответственной работой, 10-15 секунд, ты вдруг потом чувствуешь себя так легко и свободно, как будто груз упал с плеч. Ольга Калачева, Александр Морозов, информационный канал, город. Затон затонул. Вопреки ожиданиям многих специалистов, поселок опустился на дно раньше намеченного срока. Правда, погрузился он не в водную пучину. Об этом происшествии и не только. В хрониках быта Кирилла Политова. Утонуло не в воде, а в мусоре. Барнаульская Венеция превратилась в барнаульскую городскую свалку. Куча ТБО здесь буквально повсюду. Жители опасаются, что еще немного, и начнется эпидемия, катализатором которой послужат стаи крыс и мышей. Застать грызунов дома нам не удалось. Однако тут и без них живности хватает. Ох и раздолье же здесь для нее. Есть чем полакомиться. Импровизированные столовые в поселке Затон на каждом углу. Да и открыты они для бездомных собак круглые сутки. Бывает, что и горячие блюда им на десерт достаются. По словам жителей, частые возгорания стали нормой. Мало того, что у пожарных и так работы хватает, так к стандартным вызовам добавился новый сериал. Например, «Алло, горит матрас» или «Срочно приезжайте, диван объят огнем». Вот так и колесят огнеборцы от кучи до кучи. Быть может, специалисты местной управляющей компании надеются на вторую волну паводка. Мол, она вроде бы уже не за горами, так зачем наводить чистоту и так все смоет. Впрочем, до прихода этой возможной стихии Затонцы, как они сами говорят, намерены свалить кучи ТБО на крыльца местной администрации и коммунальной компании. Может быть, тогда на проблему обратят внимание. Я позвонила управляющей у нас «Мой дом Затон». Ну, в принципе, сколько раз обращались, всегда вопросы были решены быстро, потому что у нас было и по электроэнергии. Ну, обращались, как бы мы сотрудничаем нормально с управляющей компанией, она работала нормально. А тут я позвонила, и мне было в грубой форме сказано, что ну и что, что платите, ну и что, что не вывозится. Меняем тему и географическую точку. Строение 15 по улице Деповской буквально расслаивается по частям. Началось разрушение, это традиционно с верхних этажей, а если быть точнее, то с крыши. И как бы ни удивительно, это звучало с недавней отремонтированной. Барнаульцы говорят, что, судя по документам, коммунальщики завершили работы в срок и в полном объеме. Вроде бы ничего удивительного, но затем новая кровля дала пробоину. Осенью 2012-го здесь настал свой мини-апокалипсис. По стенам зажурчали ручьи. На помощь пришли тазы и ведра. Зимой процесс, естественно, застыл, а весной запустилась вторая часть. В квартирах прописались новые хозяева, грибок и плесень. А вот старые, обои штукатурка, сменили адрес. А еще называется дом высокой санитарной культуры, хотя, похоже, назывался. Сейчас здесь актуальна, скорее, приставка «Анти». Стоит отметить, что здание стоит на балансе УК-1. Местные говорят, что лучше бы тогда крышу вообще не трогали. До ремонта и то лучше было. Что ж, вот такие они суровые кровельщики. Их было три человека. Дворник, такой мальчик, весь обросший. И два мальчика, которые без конца пили. Они нам там, я поднималась, все слои, которые нам крыли из года в год, они просто их сняли. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал «Город». О герое нашего следующего сюжета и вовсе остались без крыши над головой. Жители дома номер 100 по улице Восточной на днях лишились не только надежного крова, но и спокойствия. Пока кровля обрушилась в одной комнате, но соседи опасаются за свою жизнь. В аварийной квартире побывала Лариса Куренкова. Только по счастливой случайности в этой комнате никто не пострадал. Жильцы, которые ее снимают, мама с 7-летней дочерью, наверное, надолго запомнят вечер минувших выходных. В 23 часа они готовились ко сну, когда потолок просто рухнул на пол. Благо, кровать находится в противоположной стороне. От грохотов сполошились все соседи коммуналки. Ольга живет рядом и стала свидетелем, по ее словам, настоящей катастрофы. В этот момент мама успела отойти, как бы не поняла, о чем речь. И ребенок был на диване и закрылся одеялом. То есть это сработал инстинкт самосохранения. И слава богу, что так именно произошло. Ночевали они, конечно, в моей комнате. Ребенка мы не могли до двух ночи успокоить, потому что получил колоссальный стресс здесь. На этом снимке ситуация сразу после обрушения. Но эту фотографию Ольга сделала буквально накануне происшествия. Казалось, это были еще цветочки, когда немного осыпалась штукатурка. Примерно ту же самую картину сейчас можно наблюдать в подъезде дома. Да и в целом двухэтажка на восточной 100, по словам барнаульцев, сыпется на глазах. Старший по дому Валерий Пермяков рассказывает, что фундамент стал рушиться год назад. Еще тогда они стали бить тревогу и обращаться в свою управляющую компанию «Управдом». Управдом выделили мешок цемента и 10 кирпичей. Мы с супругой носились с детской площадки, у детей отобирали песок из песочницы, мешали это, 10 мешков притащили сюда. И вот в эти щели, снаружи я сначала просверлил, потом туда в четыре забил и в эти щели начал заливать раствор. Добиться комментариев от специалистов управляющей компании нам, к сожалению, не удалось. Ссылаясь на занятость, главный инженер управдома Илья Белов лишь в телефонном разговоре сказал, Жителям нужно провести собрание собственников и средств на текущее содержание, компания сможет залатать крышу. Тот же ответ жители услышали ранее на свое обращение. Я говорю, Илья Николаевич, вы о чем говорите? Это аварийная ситуация, которую надо решать в экстренном порядке. Но Илья Николаевич Белов, управляющий компанией «Управдом», трещит. Страшно? А нам еще страшнее, потому что у нас идет разлом стены, у нас все вот это вот. То есть, что на момент вот этого я ощутила? Я была в той комнате, дрожь пола и треск стены. По словам главного инженера управдома, сейчас жителям не угрожает опасность. Вроде как специалисты обследовали кровлю и разобрали завалы. У барнаульцев мнение, конечно же, прямо противоположное. И в ближайшее время они намерены подавать документы в межведомственную комиссию на признание дома аварийным. Лариса Куренкова, Алексей Фризин, информационный канал «Город». А мы напоминаем, что мы ждем ваших звонков на мобильный телефон нашей редакции. Если вам удалось снять любопытное видео, и это не обязательно авария или пожар, звоните нам по телефону 693-403. На этот же номер вы можете звонить в случае, если вам срочно необходимо вмешательство корреспондента, чтобы решить ваши проблемы. Мы ждем ваших звонков, напоминая мобильный телефон нашей редакции 693-403. Внимание, розыск. Полицейские Барнаула устанавливают местонахождение опасного подозреваемого. 30-летний Кирилл Бикетов предположительно совершил тяжкое преступление. Его приметы. На вид 25-30 лет. Рост 170 сантиметров. Худощавого телосложения. Стрижка короткая. Особые приметы. На правой щеке родинка. На левом запястье татуировка. Был одет в клетчатую бейсболку, синие джинсы и такого же цвета ветровку с полосками на рукавах. При себе у него была темно-зеленая сумка. Если у вас есть информация о местонахождении Кирилла Бикетова, полицейские просят сообщить ее по телефону 393-443, 393-478 или 02. К другим темам. Городской электротранспорт в этом году отметит юбилей. Да не один. 65 лет с момента запуска первого в Барнауле трамвая и 40 лет с момента запуска первого троллейбуса. Барнаульский электротранспорт сегодня это 140 трамваев и 48 троллейбусов, которые выходят на линию ежедневно. А также 65 миллионов человек, которые пользуются этими видами транспорта. В связи с памятными датами предприятие Горэлектротранс готовится к праздничным мероприятиям. Скоро на улицах города можно будет увидеть трамваи и троллейбус, оформленные в соответствии с юбилейной тематикой. Но основные торжества по случаю праздничных дат пройдут осенью, ориентировочно в ноябре. В них примут участие тысячи жителей краевого центра. А сегодня мы вышли на улицу, чтобы узнать мнение гаража на необходимости этого вида транспорта. И вот какого мнения они придерживаются. Самый такой ходовой транспорт – это электрический трамвай. Он удобнее и дешевле. Необходимо как добираться. Допустим, на Анатолий, там ведь автобус не может ходить, только трамвай. Я, например, езжу в сад до кордона на семерке. Очень удобно. Я ни разу не слышал трамвая гробости. Ни разу. Со стороны кондуктора, стиль вождения, мягкий такой. Да действительно, как для пассажиров. Вот в автобусе держитесь за порочни, держитесь за порочни. Ну что, по врагам ездим, что ли? Иногда такие пробки на дорогах автобусы не идут, а трамвай едут. Очень нужен. Ускоряет движение по городу. Ну, очень удобно. Ну, я думаю, обходим. Ну, потому что не везде можно проехать на автобусе. И пробок много. Сюрпризов будет много. В течение недели зрители драматического смогут увидеть все премьеры 91-го театрального сезона. Некоторые станут обладателями ценных подарков. Не только об этом Татьяна Гладкова в обзоре событий культуры. Цветы или билет? Возможность выбора так понравилась в прошлом году зрителям драмтеатра, что ее решили продолжить и в этом. Акция с букетом без билета будет действовать на три спектакля. Остров Рикотту, Последняя любовь и Три сестры. Все очень просто. Дарите любимым актерам весенние композиции и смотрите игру на сцене бесплатно. Но это не все. Каждый вечер после спектакля кто-то из зрителей станет обладателем абонемента на следующий 92-й сезон. Кому-то достанется в подарок афиша с автографами актеров. Или вот еще один сюрприз. Возможность сфотографироваться на сцене вместе с исполнителями ролей. Какой именно приз и кому из сидящих в зале он достанется, решает жребий. Также объявлен конкурс на лучший комментарий в книге отзывов о работе любимого артиста. Лучшую запись тоже не оставят без внимания. В один прекрасный день у зрителя раздастся звонок и на трубочке будет его любимый артист. С ним можно будет обсудить либо роль, которая понравилась вам больше всего, либо погоду уж кому, что будет интереснее. Дорогие зрители, ждем вас, ждем в нашем театре. Приходите, мы вам будем очень рады. Будут рады посетителям и в павильоне современного искусства «Открытое небо». Там работает экспозиция барнаульской художницы Ольги Еуровой «Приколы моего огорода». По словам куратора выставки, графические работы создавались ночью, а может быть даже во сне. Поэтому у каждого сюжета, здесь их еще называют визуальными притчами, своя цветовая реальность, своя боль и какая-то грустная веселость. Ирония и желание понять смысл бытия неразделимы во всех 14 работах. Например, в картине «Я и моя смерть» или «Несбывшаяся мечта» есть над чем подумать или посмеяться. Рецепт от депрессии. С такой очень милой самоиронией, так почистущей по-народному рассказать о печальной судьбе женщины. Тут все здесь в принципе от рождения до старости. Ну и последняя на сегодня новость. В Гмилика работает выставка «Люби и береги дом свой» – красная книга Алтайского края. Краснокнижные животные и растения проиллюстрированы не совсем обычными картинами. Вместо фотографий здесь представлены работы, выполненные в технике и за нити. Ниткография, как вид искусства, впервые появилась в Англии. Сегодня такое творчество широко распространено. Особое плетение дает эффект объемности изображения, а тематика работ посвящена Году охраны окружающей среды. Эти работы были выполнены участниками студии «Цветной мир» из села Мамонтово и под руководством Ларисы Ивановны Кирсановой, которая нам эту выставку предоставила. Татьяна Гладкова, Павел Лаурнин, информационный канал «Город». У рыбаков сегодня радостное событие. Они наконец-то могут накачать любимую резиновую лодку или завести катер и отправиться удить рыбку вдали от берега. Ведь именно в этот вторник заканчивается ограничение на ловлю рыбы с применением плавательных средств. Напомним, ограничение действовало с 20 апреля по 20 мая по всему краю. Такие меры рыбоохранное ведомство проводит каждый год с единственной целью – позволить рыбе благополучно провести весенний нерест. Первыми весной метать икру начали хищные рыбы – щука, судак. Потом идут на нерест карповые, лещ, сазан и другие. С 21 мая эти и другие виды рыб разрешаются ловить из лодок, лишь бы все было в рамках правил рыболовства. В управлении охотничьего хозяйства нам сказали, что за их нарушения значительно увеличили штрафы. Браконьерам в зависимости от тяжести грозит наказание до 5000 рублей. Если есть вопросы, звоните, 36-91-86, рабочий телефон, или на наш сайт, писите обращения, мы на все обращения всегда отвечаем. Всю информацию, в том числе и с последним изменением, мы всегда размещаем на своем сайте. На всех парах мчится городская Олимпийская неделя Барнаула. Напомним, соревнования принимает индустриальный район города. Ему в этом году 35 лет. По нескольким полям и площадкам прошелся Юрий Борлис. Один из недавно введенных видов Олимпиады – пляжный волейбол. В майскую нашу погодку смотрится, конечно, несколько, ну, но красота игры осталась. Хоть и в носках, да в теплой одежде. Комбинации, разыгранные на двоих, по-прежнему смотрятся интересно. Азарт дождями не смыть. Зато в классическом волейболе, что проходит под крышей спорткомплекса «Горизонт», свершилось странное. Впервые в истории городских Олимпиад одна команда вышла, значит, на площадку, а играть-то и не с кем. У сборной Ленинского района один человек не пришел и подвел всю команду. Они впятером так и простояли, одетыми на крыльце. Но это редчайший частный случай. Вообще-то здесь тоже зрелищные матчи есть. Все-таки у нас молодежь появляется, и жду от этих игр прибавления, то есть, прихода молодежи в детские спортивные школы. И вообще, я думаю, что у нас пока уровень такого массового волейбола находится в хорошем качестве. А вот вид, где Ленинский район города среди фаворитов. Хотя бы потому, что на их территории стоит спортивная школа по ориентированию. Здесь принимают участие 10 мастеров спорта. Прошел дождь, будет очень много грязи, возможно, придется по колено тонуть. А так, карта очень достаточно интересная, но я бы не сказала, что сложно. Чемпионами в двух группах стали представители одной семьи и одного, соответственно, района Центрального Николай и Настя Григоровы, преодолевшие свои дистанции парка Изумрудный минут за 17 оба. Олимпийская неделя заканчивается в четверг, а пока промежуточные итоги. Лидирует железнодорожный район. В борьбе с ним рядом идут Октябрьские и Центральные районы. Очень упорно на выходных прошли соревнования по мини-футболу, шахматам, где только по дополнительным показателям определились победители. Чемпионат края подзюдо. Чем интересен, что борются здесь взрослые. Таковых в дюшер спарта насчитали 60 человек. Они отобрались на сибирские соревнования в Тыву. Среди тяжеловесов выиграли Андрей Томчук и Алексей Таскин. Вот, например, международница Ирина Громова из спортшколы Олимпия. В основном сидела как болельщица. В ее весе никого. То есть абсолютно. Девчонки, они же быстро завязывают. Кто учиться, кто работать. Остаются сильнейшие. У меня перерыв долгий был. Болело сильно. Теперь вот восстанавливаюсь. Буквально я полтора года не выступала под Сюдо. Роковод начала буквально месяц назад. Был у меня старт один в Тюмени. И сейчас пришла побороться, но никого не было. В среду вновь возможен дождь. Ветер юго-западный порывистый. Ночью до шести, днем до четырнадцати со знаком плюс. И это все на сегодня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова